Способность рационально управлять своими средствами – полезный навык в современном мире. Осваивают его на занятиях по финансовой грамотности. Стратегии повышения финансовой грамотности населения до 2030 года обсудили в Волговятском банке. Планируют разработать единую систему мониторинга деятельности по развитию финансовой грамотности в регионах. Также активно использовать инструменты социальной рекламы, в том числе для защиты пенсионеров и жителей с ограниченными возможностями здоровья от мошенников. Люди, которые непосредственно в регионах, в муниципалитетах работают каждый день с населением, очень хорошо знают и чувствуют проблемы, с которыми сталкивается это население. Поэтому цель нашей дискуссии сегодняшней – получить обратную связь на проект «Стратегия» как от национальных банков, имеет сюда отделение Банка России, так и от Министерства финансов, Министерства образования, просвещения наших партнеров. Потому что стратегия у нас общая, работаем над ней сообща. Большое значение приобретает повышение финансовой грамотности взрослых людей как части экономически активного населения. Один из примеров такой практики – совместный с Ассоциацией развития финансовой грамотности проект на принципах корпоративного волонтерства «Тьютеры на предприятиях 2.0», начатый в Нижегородской области в прошлом году. Важно то, что «Тьютеры» транслируют полученные знания своим коллегам и сами размещают уже этот просветительский контент на возможных площадках, на доступных именно им площадках, где они являются и пользователями, и владельцами этой корпоративной портальной соцсети, экранной аудиотрансляции и так далее. И в итоге мы понимаем, что информационный охват получается у нас в разы больше. Обсуждение проекта стратегии в российских регионах продлится до конца августа.